Главным событием минувшей недели, как ни странно, оказался Петербургский международный газовый форум, куда российские автопроизводители «Воленс Ноленс» привезли любопытные новинки. Само собой, с газовыми силовыми установками. «КамАЗ» показал перспективную вахтовку для «Газпрома» — каркасно-панельный автобус с индексом 62-50 на полноприводном шасси «КамАЗ-43502». А Буховский завод, входящий в состав оборонного концерна «Алма Сантей», вновь продемонстрировал свою электрическую платформу и «Нива», а кроме неё — макеты будущих газоэлектрических моделей. Тем временем, с ближайшими перспективами определился «АвтоВАЗ». Совет директоров постановил делать кроссовер на базе «Весты» и отдельное семейство на глобальной платформе «Альянса Рено-Ниссан». А классическая «Нива» всё-таки получит новый двигатель. Но для начала — красивая. «Феррари» выпустила свой первый кроссовер. Комендаторе Энце Феррари наверняка перевернулся в могиле и прорычал самые страшные итальянские ругательства. А где-то рядом раздался издевательский голос духа Ферруччо Ламборгини. Что, а Мико вы тоже решили заняться тракторами? Как бы то ни было, перед вами «Феррари Пурусангуэ» — первый паркетник компании с горцующим скокуном на эмблеме. Многие думали, что этого не случится никогда. Однако сама компания давно смирилась с неизбежным и, не считая ранних поисковых разработок, последние пять лет потратила конкретно на Пурусангуэ. Согласитесь, у итальянцев получился самый некроссоверный кроссовер на рынке. Новинка похожа на слегка приподнятый Гран Туризмо. В сущности, это прямой наследник полноприводного шутинг-брейка «Феррари ФФ» — только с 18-сантиметровым клиренсом. Тем не менее, именно он обязан отбивать покупателей у моделей Aston Martin DBX и Lamborghini Urus. В салоне четыре раздельных кресла, два дисплея и самый большой багажник в истории «Феррари». А под длиннейшим капотом — роскошный итальянский двигатель. 12 цилиндров, шесть с половиной литров и никакого наддува. В наши дни это не просто смело, а почти вызывающе. Двигатель короткоходный. При диаметре цилиндра в 90 мм ход поршня лишь 77. Характеристики соответствующие. Рекордные по меркам класса 725 л.с., которые доступны на совершенно некроссоверных 7750 оборотах в минуту. Максимальная скорость — около космические 316 км в час. Разгон до сотни длится 3,3 секунды. При том, что автомобиль весит более двух тонн. Но что за «Феррари» без правильной развесовки? Именно поэтому здесь применили неожиданную в кроссовере компоновку «Тренс Эксел» и отсилили коробку передач на заднюю ось. А двигатель целиком смещён в пределы колёсной базы. В результате 49% массы приходится на переднюю ось, а 51% — на заднюю. Чтобы добиться порядочной автономности, машину снабдили 100-литровым топливным баком. А чтобы помочь водителю реализовать потенциал двигателя и шасси, новинку обули в разнокалиберные колёса. У тех, что впереди, посадочный диаметр 22 дюйма, ширина 255 мм. А сзади и вовсе колоссальные 315-мм покрышки, надетые на 23-дюймовые диски. Полный привод в наличии. И это та же система, что уже ставили на машины из Маранелло, начиная с модели FF десятилетия тому назад. Понижающий ряд там точно искать не стоит. Зато впервые у Феррари появилась активная подвеска, разработанная вместе с фирмой Multimatic. Электронно-управляемые амортизаторы призваны бороться с кренами. А полноуправляемое шасси позаимствовали у модели 812 Competizione. При этом итальянцы напирают, что платформа в целом у кроссовера своя собственная. Кстати, слово «poro sangue» переводится как «чисто кровный». Вам тоже показалось, что в этом есть оправдательные нотки. Но вернёмся в реальность. Восточноэкономический форум, прошедший во Владивостоке, оказался местом судьбоносных для российского автопрома заявлений. Больше всего таких заявлений сделал президент автоваза Максим Соколов. И все они уже 15 сентября были подтверждены Советом директоров, который, напомним, возглавляет Денис Мантуров, вице-премьер и министр промышленности и торговли. Итак, компания продолжит работу над следующим поколением «Гранты». В серию пойдут седан, универсал, а также, по выражению Максима Соколова, некая продвинутая модель. То есть, скорее всего, кроссовер. Напомним, что новая «Гранта» была заложена на базе третьего «Логана». Поэтому после ухода Рено почти готовый проект пришлось заморозить. Очевидно, что причиной этого стало отсутствие необходимых для производства компонентов. Но перепроектировать машину не будут. Совет директоров утвердил создание семейства на глобальной платформе. То есть, будущее «Лада» всё-таки сохранит техническую базу альянса Рено-Ниссан. На то, чтобы найти нужные детали, как уверяет господин Соколов, уйдёт пара лет. При этом, как известно телеканалу «Автоплюс», ключевые элементы — двигатель, трансмиссия и другие — изначально закладывались отечественными. Выпускать семейство, которое, возможно, получит совсем другое имя, планируется на конвейере, с которого сейчас сходит нынешняя «Гранта». Её, в свою очередь, перенесут на третью нитку, что нынче загружена сборкой НИВ обеих генераций. Ещё одна задача, поставленная перед вазовскими инженерами — создать принципиально новый кроссовер на платформе «Весты». Правда, к созданию амбициозной новинки инженерный корпус пока даже не приступал. И, конечно, в ближайшее время планируется возобновить производство почти всего модельного ряда марки. «Ларгус» вернётся на конвейер зимой — на стыке 2022 и 2023 годов, а обновлённая «Веста» — следующей весной. А вот модель X-Ray, построенная на французской платформе и с агрегатами из ассортимента Рено, навсегда выбыла из гаммы «Автоваза». В этой машине оказалось избыточно много импортных комплектующих, а спрос не дотягивал до планового. Напомним, выпуск высокого хэтчбека стартовал под конец 2015 года, а в 2018 году появилась кросс-версия, отличающаяся фирменным обвесом кузова и увеличенным дорожным просветом. В прошлом году россияне приобрели лишь около 22 тысяч X-Ray. Кроме того, «Автовазу» поставлена задача в 2023 году выпустить полмиллиона автомобилей. По современным меркам это невероятно много. Скажем, в 2019 году, до пандемии и кризиса микрочипов, удалось продать примерно 360 тысяч автомобилей. И в последующие годы этот объём не сильно менялся. Следовательно, чтобы выполнить план, придётся нарастить продажи на четверть. А если считать от низкой базы 2022 года — даже вдвое! Нетрудно представить, что доля «Лады» на российском рынке тоже будет близка к половине. В Тольятти откроется «Центр Нива» — культурное пространство, посвящённое легендарному вазовскому внедорожнику. На презентации этого проекта побывал лично глава «Автоваза» Максим Соколов, который объявил, что в следующем году классическая «Лада Нива Ледженд» получит новый двигатель. Президент автогиганта не уточнил, каким мотором оснастят заслуженную модель. Но отметил, что агрегат будет мощнее и тяговитее нынешнего. А значит, придётся размышлять. В 2014 году «Автоваз» заказал Тольяттинской фирме СуперАвто проект доработки классического атмосферника. Заменив коленвал, поршни и шатуны, инженеры смогли поднять отдачу на 10 сил. Вот только заказчику разработка не пригодилась. Заметим, что восьмиклапанник 1.8, который появился было на раллийной «Ниве» минувшим летом, совсем другой. Этот мотор подразделение «Лада Спорт» делало самостоятельно. Зато старой разработкой СуперАвто недавно заинтересовался Ростех, который планирует ставить такие движки на коммерческие версии «Нивы». Ради этого специалисты СуперАвто создали варианты на 100, 106 и 110 сил. Однако анонсированная господином Соколовым «Лада Нива Спорт» скорее всего получит поперечный агрегат под индексом 11182 — это 90-сильный мотор 1.6, который ставится на Гранту и Ларгус. Во всяком случае, как выяснил телеканал «Автоплюс», именно такой внедорожник сейчас тестируют вазовские инженеры. Для внедрения грантовской четвёрки в продольную комбоновку «Нивы» нужен довольно серьёзный объём переделок, но сама машина получается весьма органичной. Так, 182-й двигатель выдаёт 80% крутящего момента уже при тысяче оборотов, то есть имеет почти дизельный характер. При этом «Нивовская» трансмиссия должна без особых проблем переварить возросший крутящий момент. Перенесёмся в северную столицу, где на этой неделе прошёл Петербургский международный газовый форум. Вполне ожидаемым гостем выставки оказался военно-промышленный концерн «Алмаз-Антей». Последний показал не готовые машины, а масштабные проекты перспективных электромобилей и газовых гибридов. Один макет представляет собой грузовой фургон, а второй — компактный кроссовер, недвусмысленно раскрашенный подкаршеринг. Обе машины базируются на модульной платформе и «Нива» собственной разработки, которую создал Обуховский завод оборонного гиганта. Технической информации мало. Платформа «Нивы» позволяет поставить два электромотора общей мощностью до 435 сил, также возможен водородный вариант, плюс гибриды, построенные вокруг газовых моторов. К слову, для базового гибрида обещают запас хода до тысячи километров, а для подключаемого — до 810. У плагина должна быть огромная для машины такого формата 70-киловаттная батарея. Как стало известно телеканалу «Автоплюс», местом производства «Нивы» выбран как раз Обуховский завод — историческое предприятие в Петербурге. И коль скоро газоэлектрическая техника выставляется на «газовом» форуме, нетрудно догадаться, какой российский промышленный гигант должен стать партнёром «Алмаз-Антея» в этом проекте. При слове «вахтовка» возникает образ полноприводного грузовика, на раме которого вместо самосвального кузова стоит примитивная будка для перевозки людей. Но «КамАЗ» решил создать вахтовый автобус нового поколения. Представленная на петербургском газовом форуме пассажирская машина построена на двухосном шасси модели 43502. Правда, ходовую часть ради повышения комфорта пришлось существенно дорабатывать. Спереди появились длиннолистовые рессоры, а сзади — пневматические элементы. Кроме того, на автобусе установлена не отдельная кабина, а цельный монокузов. В нём могут поместиться 32 пассажира, но также планируются и специализированные версии — передвижная лаборатория, переговорный кабинет и другие. В списке опций значатся северное исполнение плюс газовые баллоны повышенной ёмкости. Кроме того, вместо 32 кресел можно заказать 23 сиденья, за которыми будет организован просторный багажный отсек. В движение новинку приводит двигатель отдачей 290 сил, с которым состыкован классический шестидиапазонный автомат. «КамАЗ» готов предложить чисто дизельные, а также несколько газовых исполнений — на сжатом или сжиженном метане. Автобус построен по техническому заказу «Газпрома». Как уверяют создатели, модель отвечает всем требованиям безопасности. Поэтому стальной трубчатый каркас кузова сможет защитить пассажиров при перевороте машины. В салоне установлены дополнительный кондиционер и отопитель, а для входа организована автоматическая выкатная подножка. О том, когда газовый монополист начнёт покупать такие вахтовки, не уточняется. Продолжим тему отечественных грузовиков. Российская МЧС теперь будет закупать технику только двух отечественных марок — «КамАЗ» и «Урал». Эта мера позволит загрузить автозаводы заказами, а самому ведомству неплохо сэкономить. Заявление, сделанное лично главой министерства Александром Куренковым, означает полный отказ от импортной техники. Ранее задачу заключить долгосрочные контракты и оптимизировать сервисное обслуживание поставил Владимир Путин. Также президент поручил увеличить количество новой спасательной техники. К 2030 году доля свежих автомобилей должна достичь 81%. На реализацию амбициозной программы будет выделено без малого 190 миллиардов рублей. Нынешний парк МЧС, по большей части, состоит из морально и технически устаревших грузовиков ЗИЛ. Кроме того, спасатели активно используют импортную технику, которую постепенно придётся вывести из эксплуатации. Это машины марок Ивека, Мерседес-Бенц и МАН. Минский завод колёсных тягачей известен прежде всего своими многоосными машинами специального назначения. А самая младшая модель, что носит индекс 500-200, представляет собой двухосный полноприводник, что напоминает советский ГАЗ-66. До сих пор белорусский аналог Шишиги предлагался только военным. Но сейчас предприятие готовит гражданскую модификацию. Её планируют закупать госкомпания Белэнерго. Позднее новинку предложат и российским перевозчикам. На территории автозавода «Урал» появился полностью новый цех. Здесь методом полного цикла со сваркой и окраской будут изготавливаться надстройки для грузовых автомобилей. Самосвальные кузова, пассажирские модули и тому подобное. На 9000 квадратных метров разместились несколько производственных участков, оснащённых современным оборудованием. Плюс окрасочная линия из шести камер. И это только начало. До 2026 года руководство завода планирует и дальше приобретать новое автоматизированное оборудование, чтобы повышать качество и расширять ассортимент предлагаемых надстроек.